И, кстати, о масштабных подарках к дню рождения. Музей Гранд Макет России подготовил нам неожиданный подарок, естественно, в честь дня рождения. Теперь на уменьшенной копии нашей страны появились съемочные группы телеканала «Санкт-Петербург». Кто же там? Есть ли мы там с тобой, Коля? Нет у нас там. Юлия Чеснокова находится в эпицентре событий и расскажет, кто из ведущих корреспондентов запечатлен в нашем макете. Может, даже лица фигурок покажут. И обо всем подробнее в нашем включении начнем сначала с масштабов. Итак, друзья, мы в самом большом макете самой большой страны мира. И только здесь элементарно можно от Петропавловского собора переместиться к кафедральному собору на острове Канты. Займет это у вас не полтора часа на самолете, а всего каких-то два шага. Но мы, патриоты Петербурга, остаемся здесь, в северной столице. Тем более здесь жизнь кипит. Смотрите, мосты разведены. Значит, в городе праздник. Я уже вижу фрегат под алыми парусами. Значит, в городе Алый Парусам запускаем растральные колонны. Пусть зажгутся. День праздничный. Что еще? Какой уникальный опыт здесь можно получить? Давайте спросим у управляющей музеем Гранд Макет России. Елена Кельнер к нам присоединяется. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Ну, что можно сказать? Что вы можете в нашем музее буквально за несколько часов посмотреть всю Россию. От Калининграда до Владивостока. Или от Владивостока до Калининграда. Кому как удобно. Кому что нравится. Поэтому наш макет очень насыщен. У нас очень много различных интересных сценок. Отображены все виды человеческой деятельности. Да, Елена, я так понимаю, что нужно еще вглядываться в детали обязательно. То есть мы не только на крупные достопримечательности смотрим. Соборы, высотки. Но и здесь масса сценок на макете. Сценок действительно много. И они с большим юмором и с большой любовью сделаны. Также можно посмотреть движение автомобилей, движение поездов. У нас даже есть станция метро. Хотя это, в общем, такая непростая история. Есть движение трамваев. Поэтому добро пожаловать. И я думаю, что вот не было еще ни одного равнодушного. И маленькие детки, и люди уже постарше. Все получают удовольствие и находят что-то для себя. То, что вот интересно именно им. И вот теперь ура в центре событий. Наша съемочная группа. Узнаю я эти знакомые очертания. Друзья, это большая машинка, это ПТС, передвижная телевизионная станция. Если уже она приехала на стрелку Васильевского острова, точно что-то масштабное затевается. Ну а сзади стоит непосредственно наша маленькая машинка. Расскажите, создавалось как это? Вам позировали корреспонденты, операторы или фотографии? Вы знаете, да, нам позировали корреспонденты. И действительно, все машинки, которые сделаны, и фигурки, они существуют в жизни. И ваши корреспонденты могут здесь себя узнать. Поэтому это делалось в нашей мастерской, индивидуально, ручная работа, с большой любовью. Елена, спасибо большое. А мы, друзья, идем дальше, ищем вторую точку всего в Гранд-макете России. В трех местах представлены наши техники и наши автомобильчики. А почему все это произошло и начинается именно 10 октября, нам расскажет руководитель отдела по связям с общественностью нашего телеканала Виктория Петрова. Вика, тебе слово. Доброе утро, доброе утро, дорогие телезрители, доброе утро, дорогие коллеги. С праздником вас. Действительно, 10 октября 2010 года телеканал Санкт-Петербург начал свое вещание. И вот уже 14 лет телеканал радует наших дорогих зрителей различными программами, различными проектами. Это и культурные проекты, это общественно-политические новости, и спортивные. Мы в центре событий и пытаемся все вот эти события, все эти яркие моменты жизни города показать нашим телезрителям и горожанам. Всем, кто смотрит телеканал Санкт-Петербург. И, конечно же, за 14 лет телеканал стал неотъемлемой частью жизни города. И, конечно же, мы должны были появиться на этом самом большом макете России в мире нашими машиночками и нашими корреспондентами. И мы единственный телеканал, который установлен на этом макете под своими логотипами. Супер. Супер, спасибо, Вика, большое спасибо. Друзья, всех с праздником, с днем рождения канала. Кстати, мы припаковались ровно на том же самом месте, что и здесь, на этом макете. Совпадения? Не думаю.